Продолжение следует... 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 Так вот, 2009 год, DEC13 показали мне, кто они такие. И, блин, это был обалденный год. Потом, через некоторое время, когда к нам пришли PlayStation 4 и Xbox One, контора решила немного поменять свой фокус. И они ушли в Souls-like игры. То есть, вы знаете, Souls-like игры это такие игры, которые сделаны наподобие Bloodborne, Demon's Souls. То есть, такая же сложность, такое же управление. Ну, вы понимаете. И вот Lords of the Fallen была очень-очень офигенная игруха, можно так сказать, первенец от этой компании в режиме Souls-like. Обалденно, я начинал игру, к сожалению, недалеко прошел. Я начинал на PlayStation 4, я начинал на Xbox One, но, как уже я сказал ранее, далеко не ушел. Самое интересное здесь, ребятки, так как мы все, опять же, хорошо сидим, я не могу вам не сказать такую информацию, что на Xbox Series X вот эта версия идет в 60 кадров. То есть, на консолях, если вы хотите поиграть в 60 кадров, то только на Xbox Series X благодаря FPS Boost. Классная тема, ребятки. И потом, они не стали отходить от Souls-like жанра, сделали обалденный, неповторимый, по моему мнению, по моему субъективному мнению, The Surge. Это единственная Souls-like игра, которую я, ребята, в своей жизни прошел. Начинал многие, проходил чуть ли не до половины многие, но это единственная игра, которую я прошел до конца, потому что здесь просто сочлось все, что мне нравится. Здесь и экзоскелеты, которые я обожаю. Здесь и фантастика sci-fi, то есть такой наземный sci-fi, где роботы какие-то, машины, какие-то фабрики вот такие футуристичные. И очень все классно, просто неописуемо классно. Одна из тех игр, которые я начал, и я просто не успокоился, пока я ее не прошел, ребята. Также игруха есть, конечно же, на всех платформах. Круто, круто, круто. И потом, они после Surge 1, конечно же, сделали второй Surge. То есть, судя по всему, как мне кажется, продажи хорошо так полетели ввысь, и им дали зеленый свет на вторую часть. И вот они вторую часть сделали, и, ребята, к моему большому сожалению, я с игрой даже не ознакомился. То есть, купил ее, как только она вышла, в релиз день, сделали закуп вместе с вами, я записал, по-моему, геймплей немножечко. И все, ребята, не возвращался к игре, к моему большому-большому сожалению. Игруха обалденная, здесь ничего не скажешь. Это я вижу, это я знаю. Так что, ребятки, вот эти вот проекты, консольные проекты, если позволите, которые мне реально запомнились от них. И, в принципе, на консолях они больше ничего и не делали. То есть, Surge 2, Surge 1, Lords of the Fallen и Venetica. И, ребятки, эти же разработчики сделали новую игру, которая только что вышла. И, к сожалению, к моему большому сожалению, ребятки, компания, как и все современные компании, ринулась не в ту степь. То есть, куда она ринулась, правильно, куда ринулись все или где уже все эти разработчики и платформодержатели. То есть, конечно же, в открытый мир. Черт бы его побрал. Вы знаете, как я отношусь к открытому миру. Но все равно, ребята, я не смог удержаться. Заказал, конечно же, игру в двух вариантах. Для PlayStation 5, Xbox Series X. И теперь давайте, ребята, мы откроем и посмотрим, а что за игра-то? По-моему, все из вас уже прекрасно знают, о чем идет речь. И речь у нас идет, конечно же, ребята, о... Та-та-та-да... О Lords... Lords of the Fallen, хотелось сказать. Нет, у них кругом это Fallen, Fallen, Fallen. Речь идет о Atlas Fallen. Да, народ? Так как я, можно сказать, являюсь небольшим таким тихим, спокойным поклонником DEC-13, DEC Focus Entertainment. Это вот этот вот... Как его назвать-то? Ой, издатель. То есть, мне нравится DEC-13, мне нравится Focus Entertainment. И было принято решение сразу же предзаказать обе версии игры на обе платформы. И что вы думаете, народ? То есть, когда я предзаказал игру, я был уверен, что это, знаете, наподобие чего игры? Наподобие Darksiders. Как, например, Darksiders 1-я часть, 2-я и 3-я часть. Вы прекрасно знаете эту серию игр. Но, ребята, чем... Я не знаю, чем ближе подходил день релиза, тем все больше и больше я узнавал о игре. И оказалось, в принципе, если вот сейчас вот просто переборщить и так выразиться, ребята, это просто тупой открытый мир. Да, к сожалению. То есть, я думал, что будет ой-ой-ой, но оказалось, как я могу сейчас рассудить по тем видеороликам, по тому видеоматериалу, что я видел. Геймплейному. Ребята, это просто обыкновенный открытый мир. То есть, он не такой большой, конечно же, как, например, Assassin's Creed и тому подобное. Но все равно это тоже большой мир, где мы просто бегаем и деремся с какими-то непонятными существами. У нас кругом какая-то непонятная, как в Mad Max, пустыня. Все в песке. Мы можем перемещаться с помощью, конечно же, какого-то супер-пупер слайда по этому песку. То есть, игра мне напомнила, вот, не к ночи будет помянуто, что-то наподобие Force Poken, ребята. Да, надо будет перевернуться три раза через левое плечо. Или как там говорится, что, повторюсь, не к ночи будет помянуто. Хотя у нас не ночь, у нас пол третьего дня, ребятки. Да, но, как говорится, все равно, рано или поздно, я бы игру все равно купил бы, хотя бы для одной платформы. Но теперь пусть у меня будет открытый мир на обе платформы. Может быть, ребята, может быть, игруха реально меня чем-то зацепит. Но не может она быть такой плохой, как я вот о ней думаю. Потому что, ребята, все открытые миры для меня неинтересные. Можно бежать, конечно же, по Haupt Quest, так называемому Main Quest, делать только то, что надо. Но, ребята, я комплицист. Я много раз уже говорил вам, если я вижу что-то на карте, я не успокоюсь, пока я не подберу что-то. Будем смотреть. Так что давайте будем распаковывать. Начнем, конечно же, с Xbox Series X варианта. И, ребятки, да, как я и сказал, очень сильно надеюсь, что меня игруха хоть чем-то привлекет. Потому что все геймплейные моменты, которые я видел, почему-то все просто показывают открытый мир. То есть нет каких-то данженов, чтобы куда-то можно было забрести в какое-то подземелье или еще что-нибудь. И там проводить как-то время, как, например, в том же самом, опять же, Darksiders. У нас был небольшой такой псевдо-маленький открытый мирочек, по которому мы бегали, скакали. И который вот этот мирочек соединял какие-то хабы, какие-то большие крипты. Опять же, я даже не знаю, как выразиться. Но здесь, что я видел, один кругом открытый мир. То есть в открытом мире под открытым небом постоянно все происходит. Я надеюсь, это не так. Все-таки я люблю закрытые помещения, закрытые пространства, как вы знаете меня. Но посмотрим, ребятки. То есть, почему я вообще вот это вот здесь, на вот этом открытом мире так отцентрирую внимание? Потому что, ребята, даже Deck 13, которые до недавнего времени делали вполне нормальные такие закрытые, компактные игры, тоже ударились в открытый мир. И если вообще вот так вот копнуть поглубже, ребята, это единственный и, можно сказать, первый и последний открытый мир от немецких разработчиков. То есть, вы понимаете, это вообще просто интересно. Интересно-интересно. Ребята, самое что, опять же, интересно, вы посмотрите, какой красивый арт. Вот я сейчас на него смотрю, и он реально красивый. То есть, все очень-очень такие цвета сделаны, прям подобраны красиво. Еще помню, как в прошлом году, где-то в начале, по-моему, года, как только появилась первая информация о игре, я сразу же игру предзаказал. Думаю, ну пусть будет, потому что я все равно ее покупать буду. И, вы посмотрите, уже целый год прошел. Ребята, как летит наше время. Это ужасно просто. Ну да ладно. Игруха, как вы видите, только сделана для PlayStation 5 и Xbox Series X. То есть, насколько я знаю, никаких версий для PlayStation 4 и Xbox One или One X, к сожалению, нет. То есть, это опять, ребята, то время наступает, где нужно менять уже консоли, если вы хотите играть в новые игры. Atlas Fallen. Прикольная накаточка. Ну, все, все как надо. Все как надо. Так что, посмотрим, конечно же, на геймплейчик, посмотрим, присутствует ли в игре русский язык или нет. И самое интересное, о языке. Это, конечно, тема интересна для всех людей из Германии. То есть, в игре присутствует полная локализация. До примерно где-то полгода назад в игре не было никакой локализации. Только субтитры были. Но потом все-таки Focus Entertainment, Deck 13 набрали где-то динжат, какого-то спонсора, видать, нашли. И сделали полноценную немецкую озвучку. Это офигенно. Потому что это было бы, ну, реально нонсенс. Игра из Германии, которая не поддерживала бы немецкую локализацию, озвучку. То есть, вы понимаете, да? У нас все игры практически выходят, которые они все имеют немецкую локализацию. Звуковую, голосовую, если позволите. А тут, блин, игра с Германией и хлоп и без. Так что они молодцы, что они поднатужились. И у нас теперь полноценный, можно так сказать, продукт. Так что, ребятки, давайте глянем, что это такое. Я впервые буду знакомиться с этой игрой, как и вы. То есть, я до этого момента видел только видеоролики какие-то. И вот сейчас сам в геймплее посмотрю, что к чему. Я иду. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дöstастую Д μεтаген открытия Дюска Другхагну Д認為 Другхагin Другхагу Другхагу Но обо всем, ребята, по порядку. Так что большое всем спасибо за ваш проявленный интерес. Всем сегблат, народ. Чао. Сегблат.